Рынки, то есть впервые за почти 40 лет, американские нефтяные компании смогут экспортировать нефть. На этом фоне, естественно, американские фьючерсы, именно американские санта нефти активно укреплялись. Ну вот, по факту того, как и Сенат не оплатил этот законный проект, он уже пошел на корпусе Лизианта-Рубамы. Их, естественно, котировки на экономическом нефти были активно даже росли. Ну, сейчас фьючерсы в Сенат нефти ниже 35-ти, февральские ниже 36-ти, то есть эмоции прошли. Ну, в принципе, админа экспорта американской нефти ничего не изменит, потому что самая объем, это миллион, 2 миллиона баррелей пойдут на внешние выкидки, расчеты на свободу. То есть надо все починить, привести в порядок, понять, как будут идти поставки. Ну, вот сейчас в течение квартала двух американских нефти на патроне будут такие пилотные испытания. Поехали будут проводить, чтобы понять, куда пойдет нефть, кстати, если экспорт пойдет из Америки, нефть попадет в Европу. Это не учитывая, то есть конкурент с российскими поставщиками. Что касается конкурентной инфекции, ну, здесь, видимо, в УКИ, то есть игроки, играющие, игроки, которые продают, В КФИ, нефть по повышению, а из-за входа на все патроны пошли в штуку. В УКИ еще раз, по счету, в минимум, от 2009 года, на УКИ-4640, мы пытались развернуться, и в моменте доходя до отметки 3770, сейчас уж не снова ниже отметки в 37, и резкие движения диапазона 32-26, ближайшие танки ЕСИН-23, по реке, великие более чем, в это все очень. Капитал с Григорием Бегловиным. Капитал с Григорием Бегловиным. Капитал с Григорием Бегловиным. Капитал с Григорием.